Всем привет! В одном из прошлых роликов я разбирал мобильный Тест Блейдс, обзор на которую стал самым просматриваемым среди роликов про древние свитки. И поэтому я решил продолжить делать обзоры на мобильные части серии. И нет, сегодня речь пойдет не о легендах, которые по секрету я уже начал проходить, только на компьютере конечно, а посмотрим мы на неофициальный порт Моровинда на мобильные устройства. И блин, это просто офигенно, если конечно не учитывать тот факт, что я не являюсь фанатом третьей части, но все же. Когда я только узнал о том, что на телефоне можно спокойно поиграть в полноценную Тест, я просто где стоял там и сел. Конечно, сразу поиграть в это чудо мне не удалось, по причине того, что прошлая мобила не то что была слабая, памяти, просто не хватало ее скачать. И когда у меня появилась моя Наташа, ну, Vivo, если что, то вот тогда я ее и скачал. И знаете, мне понравилось. Управление оказалось крайне удобным и стилизованным под современные мобильные игры. Оптимизация, на мой взгляд, выдалась годной, хотя и без потери иногда FPS не обходится. Одним словом, играбельно. Данный видеообзор я разделю на три части. В первой я вам расскажу о том, где скачать, как установить и расскажу о том, как она вообще работает. Следом поговорим про интерфейс и управление. Ну а под конец мне просто хочется рассказать свое небольшое мнение об игре и почему она мне не очень нравится. С вами снова я, Motion Blur, и это, ну, типа обзор порта Marowind на Android. Я надеюсь, лайк вы уже поставили и подписались на канал, так как я начинаю. Данную игру я скачивал с сайта PDA Live. Ссылку оставлять не буду, ютубы такие не особо нравятся. Думаю, сами без труда найдете. Отсюда можно узнать, что порт вышел 24 марта 2022 года, а именно, 2 года назад. Загрузив АПК, следует скачать кэш. И вот он уже зависит от вашего устройства. Из небольшого текста вы узнаете, какую версию вам качать. Я загружал самую слабую версию с SD графики. Для телефонов с АЗУ более 3 гигов. И, кстати, пока писал сценарий, выяснилось то, что у меня АЗУ все 8 и может плюс увеличиваться до 16 гигабайтов. Вот я лошара, конечно. Ну да и пофиг. Установив АПК, кэш нужно распаковывать в папку с игрой. После этого заходим в лаунчер. В нем очень много функций. Тут и FPS, управление, и всяческие шейдеры. Если кто любит копаться в настройках, то это порт для вас. Я хоть и ничего не менял, для стабильного первого запуска необходимо зайти в менеджер модов и в ресурсах отметить все две галочки. А иначе, возможно, у вас как и у меня будет розовый прямоугольник за место игры. Ах да, чуть не забыл. В настройках языка есть та самая кириллица из ПК-версии, что так же не может не радовать. Начав игру, я сразу заметил что-то неладное. А именно, лица персонажей стали более качественными. Да и текстурки местами стали лучше. Скорее всего, здесь стоят какие-то моды. Но, повторюсь, я ничего не менял. Мне это не особо интересно. Да и вдруг отключу что-нибудь, и в игра вообще не запустится. Так вот. Интересно, я чуть не встречал такие моды на ПК. Может из-за того, что я вбивал не моды на графику, а моровинт моды 18+. Возможно. И да, кстати, я такие моды так и не нашел. Жаль. В плане графики, это тот же моровинт 2003 года, только с немножко улучшенными текстурами и парами модами. Ну и геймплейно та же самая игра, не удивляйтесь. Геймплей я разбирать вообще не буду. Как же работает сама игра? А игра работает хорошо. ФПС, думаю, не слишком большой. Да и играл я только с записью, что неудивительно. Только погружаясь в воду, ФПС заметно падает. А так, нареканий нет. Кроме этого, пробегая какое-то небольшое расстояние, случаются 2-3 секундные загрузки. И во временном интервале появляются они довольно часто. Мешает ли это играть? Нисколечки. Нет. Случается это в основном на больших открытых локациях. Просто меня сам факт таких загрузок удивил. Так как играя на ПК, такой фигни не встречал. Это что по самой игре. Как же там дела с управлением? А вот игровой интерфейс, что-что, но очень удобно. Я-то думал, как можно сделать порт полностью ПК игры на телефон? Ну, как вижу, возможно. С помощью двух джойстиков можно передвигаться и менять обзор. Левый отвечает за управление героем, а правый камерой и мышкой в меню. В разговоре и в инвентаре. Мышкой можно нажимать просто так пальцем. Просто иногда не все в места попадешь. Да, кстати, инвентарь компактный. И в нем приятно перетаскивать вещи и пользоваться камерой. Открывается он по нажатию иконки с мешком. Чтобы поговорить или открыть дверь, нажимайте на руку. За прыжок отвечает кнопка прыжка. Для приседания нужно кликнуть по руке с монетой. Для атаки и мышки замахивающийся меч. А для того, чтобы достать его или же магию, нужно зажать меч и молнии в руках во правом нижнем углу. Меню открывается кнопкой паузы. На первый взгляд кажется, что это все. Но это не так. Оставшиеся функции спрятаны в кнопке, находящейся в левом верхнем углу. По нажатию откроются дополнительные семь кнопок. Перечислю все по порядку. Первая меняет вид от третьего лица на первый. И наоборот. Вторая сохраняет игру. Третья открывает дневник, в котором можно увидеть свои собранные задания, которые следует выполнять. Четвертая кнопка, а именно песочные часы, это выбор времени. Перо открывает клавиатуру на весь экран. Возможно, она вам только понадобится в самом начале, в том моменте, когда нужно ввести имя игрока. Мою мифу, кстати, зовут Ванесса. Обожаю это имя. А какое ваше любимое женское имя? Пишите в комментариях. Интересно будет почитать. Глазок сносит все управление. Зачем это сделано? Я не знаю. Ну и ладно. Ну и кнопка с бегущим человеком запускает бесконечную ходьбу по локациям. Кстати, в настройках есть функция гироскопа. Довольно прикольная штука, но играть этим нереально просто. На этом все, что касается интерфейса, мы посмотрели. И что выходит? Порт отличный, управление крутое, графика подтянутая. Было бы все очень хорошо, если бы не одно но. Мне просто не нравится Моровинт. Нет, история, часть геймплея и низкополигональная графика меня устраивает. Даже очень. Меня раздражают лишь две вещи. Первое, это отсутствие фастрывала. Это, конечно, не глобальный минус, просто иногда так неохота тюлюпати от одного города в другой. Но, конечно, если бы он был, то система передвижений просто потеряла бы свой смысл. Ну и вторым, именно для меня, как я считаю самым главным минусом, является ужасная, а точнее отвратительная боевка. Я ее просто ненавижу. В обливионе с Карими она великолепная. Здесь же ты сидишь и занимаешься вечной бесконечной кнопкодавкой, в которую ты все равно не можешь попасть по этому анальному энцефалиту. Зато уже баклава сносит с одного удара. Ладно, вначале я затупил, у меня была довольно высокая сложность, но даже с минимальной. Тебя выбивает каждый второй. НПС даже не помогают, когда я в город забежал с разбойником, который собирается меня грохнуть. Похуй плюс, похуй. Да еще он и уходить не собирается, сколько я бы не ждал и не прятался. Ужасная боевка и дисбаланс в ней меня убивает. Называть меня казуалом или еще как-то, мне без разницы. Я остаюсь при своем. Сражения в Моровинде ужасные. Фух, высказался. Можно завершать ролик. И да, повторюсь, это мое мнение, если вы не согласны со мной, можете огласить все в комментариях, и я их все читаю. Как только я скачал игру, я даже решил ее немного пройти. Доставив письмо Каю, я вступил в гильдию, где мне сказали идти выполнить одно задание. И вот там я уже застрял. Челики в подземке меня кидали налево-направо, учитывая то, что я даже был в броне, и даже не особо плохим мечом. Все же им удавалось чаще по мне попадать, чем мне по ним. Из-за этого я не стал выполнять дальше сюжет и решил немного прогуляться для футажей. И даже так находились враги, убивающие меня. Просто так. Печалька. Ну ладно. Мы не на самую игру смотрели, а на ее мобильный порт. Порт выдался хорошим. Если хотите попробовать что-то необычное, то это как раз для вас. Еще одним плюсом к порту можно отнести полное отсутствие рекламы. Можно спокойно играть с инетом, не боясь, что вылезет реклама. Как бы сказать, для фанатов от фанатов. Жаль, что беседка упустила возможность выпустить свой порт. Вот он уже был бы платным и с рекламой. Поэтому хорошо, что они упустили эту возможность. Короче, порту ставлю 5 из 5, ну а игре 3 из 5 и не больше. Если вам понравилось данное видео, то с вас лайк, а если нет, то излайк. Я не обижусь. Ну а также подпишитесь, потому что я снова хочу вернуться в Morrowind. Только теперь на эмуляторе Xbox Original. Интересно посмотреть полностью ПК-игру на консоли. Будем посмотреть. Ну а с вами снова был я, Motion Blur. Я размываюсь, но не прощаюсь.